На первый взгляд неожиданным, но в определенном смысле логичным авторшоком теракта в Крокус-Сити-Холле стало воскрешение дела ФБК. В Москве якобы за публикацию постов на платформах Навального задержана фотограф соты Анастасия Фаворская. В Уфе активистку Ольгу Комлеву отправили в СИЗО по делу об участии в экстремистском сообществе. Сдержания произошли синхронно, а значит не случайно. Мы явно видим новую кампанию, в рамках которой фонд борьбы с коррупцией, уже три года как несуществующий на территории России, будут представлять главным гнездом террористов и экстремистов. Как это вообще можно притянуть к теракту? Фокус в том, что ничего притягивать и не надо. Так уж устроен терроризм и реакция на него государства. Им не обязательно быть хоть как-то связанными между собой. Главная опасность терроризма не в том, что в актах террора непосредственно гибнут люди. По статистике вероятность погибнуть при теракте на пару порядков меньше, чем риск убийства, гибели в пожаре, утопления, любой банальной причины. Даже когда в расчет рейтингов включают такие страны, как Афганистан и Сомали, цифры все равно исчежающе малы. Но цель террора не в том, чтобы в моменте перебить побольше людей. Цель кроется в названии. Террор запугивает, влияет на общественное сознание, меняет политику целых государств, а с ней и образ жизни человечества. Привычный нам сегодня мир появился после 11 сентября 2001 года. Всякий раз, когда мы проходим досмотр на пути в самолет, ищем по карманам мелочь, которая может зазвенеть на рамке, снимаем ремень, раскладываем по корытам верхнюю одежду и сумки, вынимаем из сумки компьютер. Когда нас просвечивают с ног до головы, мы возвращаемся почти на четверть века назад. Ведь раньше так не было. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек. Эта террористическая атака произвела настолько глушительный эффект на весь мир, что сегодня ни у кого не возникает вопроса, почему аэропорты из транспортных узлов превратились в блокпосты, где каждый пассажир потенциальный враг. Прямым следствием 11 сентября стала война в Ираке. Она сильно ударила по мировой безопасности и изменила правила игры, вновь сделав войну легитимным способом решения проблем. Со времен Вьетнама США не проводили больших сухопутных вторжений. Хотя были бомбежки, разного рода спецоперации и действия ограниченным контингентам, но небольшое наземное вторжение. Так вот, вторжение в Ирак стало первым случаем после вывода советских войск из Афганистана, когда сверхдержава под ложным предлогом, основываясь на липовых данных разведки, развязала полномасштабную, неспровоцированную войну. Соединенные Штаты не просто самая богатая и могущественная страна на свете. Они также выступают агентом нормы, своими действиями они задают рамку приемлемого. Никто в мире не пойдет воевать с соседом со словами «А че, России же можно!» Каждый стремный режим на планете будет оправдывать свои смертоубийства, кивая именно на Штаты. После 11 сентября спецслужбы получили совершенно иную роль. Для всех чекистов, как бы и на каком языке они бы ни назывались, дошло, что все достижения в области прав человека право на тайну переписки и телефонных переговоров, право на защиту личной жизни от вмешательства государства, от преследования и слежки, право на адвоката. Все это можно отменить, размахивая террористической угрозой. Системы распознавания лиц появились лет через 15 после атаки 11 сентября. Но улицы городов стали обрастать камерами, как плесенью, именно тогда. Как раз на фоне мировой террористической истерии. Сейчас дальше поговорим о реакции государства на акты террора. Сначала небольшая реклама. Иногда кажется, будто западные страны лишь усложняют переезд россиянам, покимавшим свою страну. На самом деле это не так. Усложнилось получение туристических виз, а вот в плане получения ВНЖ или гражданства где-то даже стало проще. Например, в Германии совсем недавно приняли закон, позволяющий получить немецкий паспорт в сокращенные сроки за 3 или 5 лет. Такой закон позволит Германии привлекать все новых специалистов. В стране не хватает почти 2 миллионов квалифицированных работников. Так что если вы профессионал в своем деле и хотите построить карьеру в европейской стране, Германия с радостью вас примет. Возможностей для переезда полно. Вы можете переехать по рабочей визе или как фрилансер, открыть или релацировать свой бизнес, или просто приехать на полгода и проходить стажировки в разных компаниях, пока не получите оффер. Выбрать подходящую именно вам стратегию поможет компания InterMigro. Они не только подготовят документы для подачи на визу, но и сопроводят вас на каждом этапе, в том числе прямо в Германии. Зарегистрируют в налоговой, откроют счета, помогут записать детей в школу. Еще у компании есть карьерный центр. Если переживаете, что не сможете трудоустроиться в Германии, обращайтесь за консультацией. Также InterMigro формирует свое комьюнити релокантов и скоро запустит программу поддержки, где опытные и успешные мигранты будут делиться опытом. Каждый из сотрудников компании имел опыт переезда в другую страну. Им знакомы трудности, с которыми вы столкнетесь. А специально для моих подписчиков InterMigro объявляет розыгрыш двух билетов в Германию. Принять участие можно, оплатив любую программу по релокации до 10 апреля и назвав консультанту промокод КАЦ. Так что обязательно записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании. Узнаете, подходит ли вам Германия и как именно вы можете туда переехать. Получите вашу персональную стратегию переезда от InterMigro. Продолжаем. Есть реклама-то. Привет, Госдуме. Мы говорили о сверхполномочиях для спецслужб после масштабных терактов. В России идея, мол, во имя безопасности можно принести в жертву что угодно, конечно, доведена до полного абсурда. Но это кривое отражение той идеи, которая после атак на башню Близнецы захватила все развитое человечество. Что терроризм – это абсолютное зло, и против него все средства хороши. Никакие принципы, ценности и права не должны стоять на пути этой священной войны. Маньяка-людоеда следует допрашивать с адвокатом и судить с присяжными, рискуя суд проиграть. Но подозреваемого в терроризме можно годами держать в секретной тюрьме, без формальных обвинений и каких-то прав, потому что само слово «террорист» помещает его на темную сторону человечества. В этом и состоит самая большая угроза терроризма. Немотивированная жестокость пугает людей. Пугает намного больше, чем сравнимые по масштабу преступления, совершенные с какими-то рациональными целями. Когда два преступных синдиката устраивают войнушку, всегда можно сказать «я не торгую наркотиками, не связан с криминалом, их разборки – это их проблемы». Но акт террора не выбирает жертв. Не существует способа надежно себя от него защитить. А после теракта государство впадает в самое опасное состояние. Ему нужно что-то сделать. Нужно как можно быстрее показать реакцию. Как правило, что-то делать означает совершать хаотичные действия, которые призваны показать испуганным гражданам, что ситуация взята под контроль. На практике они в лучшем случае бесполезны, а часто вредны. Те, кто в нулевых годах уже был в сознательном возрасте, такие действия видели своими глазами. После каждого теракта начинались тотальные проверки лиц кавказской национальности. Человек с лицом чуть смуглее офисной бумаги и щетиной чуть жестче подросткового пушка не мог в Москве и 20 метров пройти, чтобы менты у него паспорт не проверили. Проводились рейды по рынкам и общежитиям. За теракт, совершенный чеченскими радикалами, больше всех отхватывали азербайджанские торговцы арбузами. Это не наша специфика. Такие решения, как запрет хиджабов в учебных заведениях, стандартная реакция на теракты в самых либеральных демократиях. Но наш режим – это персоналистская автократия, уже отъехавшая в сторону единоличной диктатуры. В отличие от Европы и Соединенных Штатов, в отличие от России нулевых, спецслужбы сегодня никак не связаны с обществом и не должны держать перед ним ответ. Никакое общественное осуждение не приведет к отставке Бортникова. Для этого просто нет механизмов. Российские спецслужбы должны показывать ответные действия только своему начальству и лично Путину. Казалось бы, вот есть теракт за авторством исламистских джихадистов, с которым, в принципе, все стало довольно прозрачно еще в первые сутки. С другой стороны, есть дело ФБК. Но где тут связь? Напомню, ФБК, как организация, не существует в России уже три года. Алексей Навальный погиб, структура уничтожена, все хоть сколько-то заметные активисты уехали. Зачем сейчас, после очевидного провала спецслужб, оттягивать силы на очередной круг политической липы? Зачем десятки следователей будут плодить сотни томов уголовного дела на рандомных людей, которые когда-то с тремя экстремистскими буквами, этими ФБК, просто рядом постояли? Кажется, сейчас совсем не время лепить из воздуха вымышленное экстремистское формирование. Кажется, что сейчас уж слишком нелепо выглядят огромные мужики в бронежилетах, которые ведут по коридору суда девушку-фотографа. И это всего через пять дней после того, как настоящие террористы, не торопясь, расстреляли людей, спокойно сели в машину и добрались аж до Брянской области. Чуть в Беларусь не ушли. Но это все с нашей точки зрения, не с точки зрения спецслужб. Ни власти Путина, ни его жизни терроризм не угрожает. За время его правления Федеральная служба охраны стала настоящей армией и даже получила тяжелую бронетехнику. Невозможно представить в реальном мире такой уровень организации теракта, чтобы пройти все кольца охраны, которыми Путин себя окружил. Для Путина проблема не в самом теракте. Его отношение к человеческой жизни мы знаем. Вот только в ходе нападения на Крокус выяснилось, что его спецслужбы не контролируют ситуацию. А если они проморгали теракт, не такой уж и важный с его точки зрения, то ведь могут проморгать что-то по-настоящему важное. Ведь не с Луны свалились очереди подписываться за Надеждина и прощаться с Навальным. Полян-то, получается, недозачищена. Враги-то затаились. В любой момент могут устроить что-нибудь этакое. Не теракт, конечно, но... Митинг? Теракт показал утрату контроля. Большое и мощное политическое дело, воскрешение ФБК и торжественное его уничтожение. Новая волна репрессий продемонстрируют возвращение контроля. Это как в случае с Пригожиным. Помните, ведь первым результатом мятежа стало не убийство Пригожина. Его убили только спустя два месяца. Первым результатом стала посадка Гиркина-Стрелкова. Потому что танки, идущие на Москву, показали провал спецслужб. Они проморгали всех этих певцов окопной правды. Спецслужбам нужно было срочно показать, что все под контролем. И первым делом за Пригожина пострадал тот, кто публично от него отрекся и встал на сторону властей во время мятежа. Причем встал тогда, когда молчали и Кадыров, и Симоньян. Этот факт изумил бы стороннего наблюдателя. Он же будто бы самый лояльный был в тот момент. Но для путинской системы все логично. Контроль потеряли, контроль восстановили. Старого пса, но вам трюкам не научишь. Российские спецслужбы больше 20 лет затачивались под политический сыск. А сегодня, когда в России не существует никакой подпольной политической деятельности, не существовало уже много лет. Никаких оппозиционеров-экстремистов не существует ведь в реальности. Так вот сегодня политический сыск становится еще и очень простым и безопасным делом. Эта царская охранка работала с бомбистами и головорезами. Эшники того времени в голубых мундирах рисковали не меньше, чем те, за кем они охотились. А у нас же-то оппозиция отрадясь ни винтовок, ни бомб не водилась. За время напряженной борьбы с Навальным ни один генерал ФСБ не пострадал. В отличие от настоящих террористов, российские политические активисты не создают глубоко законспирированных организаций, куда нужно внедряться с риском для жизни, где в случае разоблачения тебя найдут в 15 разных могилах. Совсем наоборот. Оппоненты власти используют любую возможность для легальной публичной активности. Политические дела в сегодняшней России шьются по скриншотам из Твиттера и Фейсбука, по легальным банковским переводам, по выпискам из ЕГР и Юл и отчетам в Минюст. Шьются не вставая со стула. И в отличие от борьбы с реальным терроризмом, быстро дают понятный результат. Сколько угодно народу ты можешь, выбив показания под пытками, объединить в организацию и обеспечить себя работой на годы вперед. А главное, так ты показываешь начальству, что твоя контора действительно работает. Пусть и проморгала за два года взрыв Крымского моста, убийство Дугиной и Татарского, вооруженный мятеж Пригожина и расстрел людей в Москве. Мы начали с того, что теракты меняют мир. Но по российской истории нам это видно нагляднее всего. Мы можем прям политические эпохи разделять терактами. Взрывы домов в Москве и Волгодонске, на которых возник сам Путин, и идея, что функция государства мочить кого-то в сортире. Норд-Ост, после которого оказалось, что даже беззубая НТВ эпохи Йордана – это слишком, что нельзя пускать в эфир никакого Парфенова. Никакой критики нельзя. Все надо зачистить под ноль. Беслан привел не только к отмене губернаторских выборов, но и к резкому расширению полномочий силовиков. Одновременно были расширены сами понятия терроризм и экстремизм. Даже далеко не самый масштабный и всеми давно забытый теракт в аэропорту Домодедова все еще влияет на нас сегодня. Это после него вокзалы, аэропорты, некоторые торговые центры и концертные залы хрен поймешь, как заходить, и что хуже, вообще непонятно, как в случае чего выбраться на улицу. Это после терактов до Магедова. В почти любом общественном здании оставили ровно один работающий вход, а возле него обязательные рамки досмотра. Еще в первых роликах после теракта в Крокусе мы говорили, что у этого события обязательно будут политические последствия, причем не связанные с самой трагедией никак. Что самыми главными новостями станут задержания за посты с оправданием терроризма. Что из дела постараются выдавить исламский радикализм, потому что это прямое свидетельство провала спецслужб и вообще сейчас не ко времени. Зато притянут за уши столько политики, сколько вообще возможно. Мы говорили, что не стоит ожидать немедленного объявления мобилизации, ведь Путину не нужен повод. Повод нужен тогда, когда ты хоть как-то связан с обществом. А тут не тот случай. А вот кому повод нужен, так это спецслужбам. Их цель сейчас доказать свою нужность. Убедить высокое начальство, что пенсионеры в руководстве этих спецслужб по-прежнему ого-го, что они все еще стоят на страже режима, вылавливают его врагов и расправляются с ними. Но отдельные дела об оправдании терроризма это мало. Спецслужбы выглядят хорошо, только если разоблачили организацию, прибили целого спрута. Новый виток дела ФБК, которая, казалось бы, давно потеряла актуальность, похоже именно такой случай. Вернемся к тому, с чего начали. Теракты опасны не сами по себе, они опасны реакцией государства, которое лихорадочно пытается что-то сделать, доказать обществу свою полезность. Но еще хуже, когда система доказывает свою нужность не обществу, а одному единственному человеку. Тогда награждение непричастных и наказание невиновных обретает промышленные масштабы. Если вы ведете любую публичную деятельность в России, вам нужно понимать, сейчас для вас самое опасное время. С реальными террористами воевать сложно и опасно. Искать экстремизм в соцсетях, по ключевым словам, тепло и приятно. Так что берегите себя. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин